Проблемы, стоящие сегодня перед мировым сообществом и пути решения самых сложных вопросов, обсуждают не только российские политики и дипломаты, но и лунгипасские школьники. В гимназии стартовала шестая юниорская модель ООН. Это деловая игра прототип конференции, где старшеклассники дублируют работу организации объединенных наций. Век информационного прогресса сегодняшние школьники входят с твердым убеждением, от них может зависеть очень многое. Уже открылся шестой президиум юниорской модели ООН. Я здесь присутствую в качестве журналиста, для меня это в новинку. Это на самом деле интересно. Мне бы хотелось пообщаться с делегатами, узнать их мнение о происходящем в мире. Порядка 30 делегатов стремились завоевать политический авторитет в городе. Неформальное общение, неординарные взгляды, интервью и, конечно же, жаркие дебаты. Этот день надолго запомнится подросткам. По словам организатора Ирины Устюжанины, учителя истории и общества знания, истоки Лангипасской модельной площадки исходят к 2019 году. Ровно шесть лет назад, в 2019 году, было принято решение о реализации проекта «Дорогой на Воробьевы горы». И в рамках этого проекта была разработана деловая игра, дипломатическая игра, линьерская модель ООН города Лангипаса. С тех пор прошло шесть лет, ежегодно, в феврале месяце мы собираемся. И причем это стало такой особой какой-то потребностью старшеклассников, которые учатся в 9, 10 и 11 классе. Для кого она предназначается, игра? Она, прежде всего, конечно, для тех, кто хочет себя испытать в сфере политики, в сфере изучения истории, родной страны и мировой истории. Это те, кто хочет стать журналистами, кто хочет стать дипломатами. Это профессиональные пробы. В холле шестой гимназии собрались не просто подростки, без пяти минут серьезные дипломаты. Порядка 80 учащихся из разных школ города в течение трех дней будут воспроизводить работу органов ООН, как широкомасштабной ролевой игры. Кроме того, по словам педагогов, такая работа – хороший инструмент воспитания у подростков толерантного отношения к друг другу, уважения и дипломатической миссии.